Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи». Я Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Владимировна Евдокимова. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерий! И первый вопрос такой. Чем занимается уполномоченный по правам ребенка? Ну, наверное, уже с названием моей должности можно понять, чем занимается уполномоченный. Это прежде всего защита прав и законных интересов детей. Кстати, хочу еще отметить, что уполномоченный по правам ребенка, он не подменяет органы исполнительной власти. У меня нет каких-то карательных полномочий, да, либо каких-то таких даже созидательных в плане что-то материальное сделать, да. Уполномоченный по правам ребенка смотрит на детство и проблемы детства и по всем направлениям детства в целом. Ведь у нас какое-то ведомство лечит ребенка, какое-то ведомство учит ребенка, другое ведомство развлекает ребенка, еще ведомство спортом занимается ребенком. Каждый вот по своему направлению. Кстати, идет сейчас именно политика на то, чтобы собрать все эти вопросы воедино. И чтобы было какое-то профильное министерство или ведомство, занимающееся всеми вопросами детства. Ну, и вот, можно сказать, уполномоченный как раз и нацелен на то, чтобы смотреть за соблюдением прав ребенка, вот, видя проблемные направления, моменты и подключая к решению этих вопросов уже необходимые силы, инструменты, те же ведомства, министерства, силовые структуры, либо общественность. Кстати, вот про общественность следует отдать должное и огромное спасибо сказать нашим неравнодушным людям, которые помогают и в моей работе, помогают и вообще нашим детям. Это и некоммерческие организации, вот, это и общественный совет отцов, который создан при уполномоченном, и общественный экспертный совет, куда входят одни из достойнейших граждан нашего региона, которые вот действительно болеют за детей, подсказывают, направляют, помогают в тех или иных вопросах. У нас еще есть детский общественный совет, созданный при уполномоченном. Сейчас мы его вот реанимируем, новый состав, потому что детишки вырастают и уходят. Вот, очень много планов, наметок на дальнейшую их работу. Кто к вам обращается и с какими проблемами? Обратиться непосредственно ко мне, либо в аппарат уполномоченного. Мы, кстати, находимся в Первомайский проспект, дом 8. У нас есть сайт, у нас есть страница в социальных сетях. Все наши реквизиты обозначены. Может любой человек, как взрослый, так и ребенок. Кстати, дети обращаются к нам и лично приходят на прием, и обращения письменные поступают. И посредством электронной связи на нашу электронную почту. И в социальных сетях очень много ко мне людей обращаются. И непосредственно на прием, вот на Первомайский проспект 8 приходят. Кстати, следует отметить, что это не обязательно могут быть исключительно родители или законные представители несовершеннолетнего обратиться ко мне или в аппарат. Это может быть любой неравнодушный гражданин, который видит, что либо с конкретным ребенком какая-то проблема, либо какой-то проблемный вопрос хочет поднять на уровень уполномоченного и привлечения внимания каких-то ведомств профильных. Поэтому любой гражданин, у которого есть вопрос, касаемый детей, либо детства, он может прийти, получить консультацию, разъяснение, ответ на свое обращение, либо вот как раз инициировать какое-то внимание уполномоченного и профильных министерств и ведомств к какому-то отдельно взятому вопросу. С какими вопросами, с какими проблемами чаще обращаются? Вы знаете, порядка где-то от полутора до двух тысяч ежегодно у нас поступает обращение от рязанцев. Это не все прям проблемные вопросы. Большинство – это как раз именно по порядку правового разъяснения тех или иных ситуаций – жилищных, здравоохранения, образования, каких-то семейных отношений. Ну и как раз вот в этой плоскости лежат и обращения проблемные. Это, опять же, алиментные взаимоотношения, это семейные отношения, это порядок определения общения с ребенком, место жительства ребенка, это какие-то моменты конфликтные в школе, это какие-то моменты по устройству ребенка в детский садик, либо в школу, это какие-то моменты медицинского характера, ну и еще много-много разных. Вы говорили, что к вам обращаются и дети. С какими вопросами они обращаются? С разными. Да, кому-то надо поговорить, с кем-то надо обсудить, кому-то надо подсказать, помочь. Есть даже такие, знаете, на мой взгляд, серьезные и порой даже, наверное, страшные обращения, как просят лишить родительских прав своих родителей. К сожалению, даже такое вот есть. Да, ребенок сам инициирует, обращается. Ну, вы также выступали и на онлайн-родительском собрании, если не ошибаюсь, которое прошло в Рязанском области. Коснулись этих тем и вообще каких тем касались? Да, совсем недавно был Всероссийский день правовой помощи детям, он ежегодно проводится. Но, кстати, правовую помощь мы оказываем не только в рамках вот этого одного дня в году. У нас идет постоянная работа по оказанию правовой разъяснительной помощи. У нас даже создан по инициативе уполномоченного права ребенка совместно с прокуратурой области, ассоциацией юристов нашим региональным отделением и детской областной библиотекой, за что большая моя благодарность. Пошли навстречу, вместе поддержали нашу идею. Такой вот клуб правоведов, правовой клуб, где мы общаемся, рассказываем детям, родителям, педагогам те или иные направления, отвечаем на те или иные вопросы. Вот как раз на онлайн-собрании, о котором вы упомянули, там было построено так, что сами родители задавали нам вопросы, какие их интересовали. И присутствовали там не только я, там и уполномоченный правом человека был, и представители нотариальной палаты, и адвокатской палаты, и представители профильных министерств и ведомств были. И, в общем, в принципе, тон и направление беседы задавали сами родители, что им было интересно. Помимо таких совещаний, в Рязани недавно начала работать школа примирения. Что это за школа и как она работает? Ну, нельзя сказать, что прям совсем недавно, это уже несколько лет, кстати, не очень импонирует это направление медиативное. Представляете, это мирное разрешение конфликта. Мне кажется, это самое лучшее, что можно придумать. Да, не силовой там, а вот именно мирное разрешение конфликта. Когда стороны конфликтующие, при помощи вот этих медиативных технологий, при помощи вот этого третьего лица, который входит в службу школьного примирения или медиации, разговаривают друг с другом. Слушают и слышат друг друга, да? И порой вот как раз уже в ходе вот этого разговора они понимают, что как такового конфликта-то и нет. Кто-то недопонял, кто-то неправильно сказал сказал или что-то сделал и не хотел того, что потом произошло. И как раз мне очень нравится вот это вот мирное разрешение конфликтных ситуаций. И я буду не только поддерживать, но и развивать это направление именно по образовательным учреждениям как служба школьного примирения. Следует отметить, что туда, помимо психологов, школьных педагогов, входят сами ученики. Это ученики старших классов, которые активные, которые пользуются уважением среди своих сверстников. И вот, конечно же, вот эти ребята, которые поконфликтовали, а это следует отметить, что только исключительно добровольный путь разрешения конфликта, вот эта медиация, они приходят к своему старшему товарищу, к школьнику. Они сами выбирают, кто им может помочь. Школьник, психолог или педагог. И с ним разбирают эту конфликтную ситуацию. И там мне еще нравится очень тема дальнейшая. Идет уже восстановительная медиация. Просто не просто разрешить этот конфликт, но и помирить эти стороны и восстановить между ними вот эти добрые дальнейшие отношения. К сожалению, у нас с начала этой недели произошло несколько трагических случаев в отношении с детьми. У нас уже произошло 3 ДТП около школ. В воскресенье 6-летний мальчик отправился на первый ледостав и утонул. Вот ведется какая-то ли работа в отношении с родителями, с детьми, чтобы такие случаи предотвратить? Да, к сожалению, вот этот трагический случай. На этой неделе прям вот уже двое, по моим данным, да, это вы нам про прежний случай рассказываете. Только на неделе два случая. В темное время суток жертвами невнимательных водителей стали несовершеннолетние. Здесь, конечно, проводится большая работа и с сотрудниками ГИБДД, и с сотрудниками МЧС, и другими правоохранителями, и нашим аппаратом. Работа по безопасности детей. Кстати, у нас в рамках России есть федеральный проект «Безопасность детства», который нашел свое отражение во всех региональных программах по безопасности детства, где мы, как уполномоченный аппарат с привлечением сотрудников, еще раз говорю, профильных министерств ведомства, МЧС, и следственные комитеты, и полиция, и прокуратура, и ГИБДД, проводим профилактические мероприятия по обучению наших детей правилам безопасного поведения. Но хочу заметить и обратиться к родителям, что прежде всего, в первую очередь, вопросами безопасности ребенка должны озадачиться родители, потому что родители и законные представители в первую очередь несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка. И, конечно же, они в первую очередь должны научить своего ребенка правилам безопасного поведения. Но это вот касаясь того воскресного трагичного случая, когда у нас шестилетний мальчик утонул. Ребенок шести лет вместе со своим другом девятилетним одни оказались на водоеме. Шестилетний зашел на этот тонкий лед. Лед по ним, естественно, учитывая, что сейчас не такая морозная погода, треснул, провалился ребенок и утонул. Рядом взрослых не было. Мальчишка старший звал на помощь. Конечно, помощь потом прибежала, но было уже поздно. Поэтому прежде всего родители должны знать, где их дети. Родители не должны отпускать одних детей на прогулку вот в эти опасные места. Родители должны вложить в головы своим детям правила безопасного поведения. На водоем одному не ходить, на недостроенные объекты не заходить, и еще много-много чего нет. Но хочу опять же отметить, что нужно не просто говорить, но и своим примером показывать, где и как правильно дорогу переходить. Потому что мы можем говорить ребенку, не перебегай на красный свет, переходи только по пешеходному переходу, при этом вместе с ним за руку бежать в неположенном месте. Ребенок же он все видит, он же копирует наше поведение, он же получает модель поведения от своего значимого взрослого. А значимый взрослый у ребенка – это родитель. Поэтому прежде всего родители должны смотреть на свое поведение и, конечно же, учить безопасному поведению своих детей. Большая часть времени уполномоченного уходит на работу с обращениями. Конечно, вы оказывали помощь конкретным семьям и конкретным детям. А что еще удалось сделать за прошедший год? Как я уже сказала, правовой клуб организовали. Стали работать с общественными организациями. Стали очень тесно сотрудничать с Центром управления региона. Это очень хорошая новая такая организация, которая работает с инцидентами напрямую. Там, представляете, вопрос-ответ практически от получаса до максимум 3-4 часов должен пройти вот этот промежуток, когда человек обозначил свою проблему и нашел отклик от власти. Как ее решить или как ее уже начали решать или какими путями ее можно решить. Еще мы очень большую работу провели в рамках безопасности по созданию вот этого нашей комплексной региональной безопасности детства. Мы этим занимались практически весь год с привлечением общественных организаций, экспертного сообщества, всех силовых структур, профильных министерств наших региональных, министерств здравоохранения, образования, социальной защиты. И вот этот труд наш получился такой достаточно емкий, весомый, нужный, необходимый, где все мероприятия ответственные обозначены. И в самое ближайшее время мы его в правительство направим для утверждения, изучения утверждения губернатором его до 25-го года. Уже не каждое направление будет отдельным, каждое ведомство будет по отдельному направлению работать, а вот именно будет комплексное решение вопросов детской безопасности. Сохранность детской жизни будет во главу угла поставлена. В дальнейшем мы будем продолжать работу по этим же направлениям. У нас еще очень много других направлений, которые требуют нашего внимания. Нашего, это я имею в виду и моего личного, и моих сотрудников, и юристов, и профильных министерств и ведомств. Это, конечно же, и дети-инвалиды. Это, конечно же, образование, медицина, транспортная доступность. Много-много вопросов, которые постоянно требуют внимания. Анжелика Владимировна, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова